Невротик, невротик. Вот мне тут некоторые под роликами пишут. Почему вы нас называете невротиками? Мы и так себя чувствуем нехорошо, вы нас еще обзываете. Друзья мои, это не ярлык, это ваша проблема. Невротик ищет понимание среди людей. Да, он нуждается в заботе, любви. Вы спросите, а кто не хочет заботы, любви? Да все хотят заботы, любви. Но когда это выражено с надрывом, страданием, когда сам не веришь в себя, вот тогда и захватывает этот невротизм. Вот тогда и можно говорить, что он невротик. Еще раз повторяю, это не оскорбление, это медицинский факт, точнее психологическая характеристика. Ведь невротики замыкаются в себе. Частым этот окружающий мир неинтересен. Ну вот так вот, если кратко сказать, невротик это человек, которому самому от всего плохо, сам все окрашивает негативными красками. И ему легче спуститься в пучину негатива, чем подниматься к радости, стремиться к успеху. То есть у него не хватает ни воли, ни стремления, ни мотивации, хотя он недоволен своей жизнью. Кажется, вот она мотивации. Нет. Нет, мотивация к действию, а не мотивация к тому, что ты сидишь в этой дерьме. И вот отсюда затяжная депрессия, беспричинная тревога. Да что я вам объясняю? Вы хорошо это знаете по себе. И в других роликах, и на занятиях я вам рассказываю про это. Даже рассказываю, как выбраться из этого. И по скайпу помогаю вам выбраться из этого. Да и на канале подписывайтесь. Вы можете многое посмотреть, почерпнуть и наделать упражнения. Сейчас в этом ролике, ролик, который снимается 30 декабря 2016 года. Да я вот не с Новым годом поздравляю вроде бы, а просто как бы подвожу некий итог. И хочу сейчас раскрыть великий миф о Фрейде. Ну, в конце ролика, по сценарию таких голливудских фильмов, я вам сделаю замечательный подарок. То есть, этот фильм обязательно с хэппи-эндом. Итак, по порядку. Вы сейчас поймете, почему я пристегнул вот Фрейда к рассказу о невротиках. Потому что он очень хорошо вписывается в этот разговор о невротиках. Фрейд в действительности был совершенно неуравновешенным человеком. Он пользовался кокаином на протяжении длительного времени, чтобы успокаивать себя. Считал, что кокаин является неким таким психотропным веществом, помогающим человеку. Он использовал даже в своей практике. А вот этим беременным, которые страдают во время беременности, вот этим невротизмом, это естественное состояние, состояние некого страха перед каким-то неизвестным будущим. И эти женщины, по его указаниям, пользовались не кокаином. Но, друзья мои, вы же знаете, что влияние наркотиков на психику необратимо. А Фрейд более 12 лет регулярно, ежедневно употреблял кокаин. Выводы делайте сами. Так вот, что же сейчас? Да вот эти антидепрессанты, все американцы сейчас на них сидят. Это тоже в какой-то степени наркотическое вещество, которое понижает уровень тревоги, но имеет очень сильные побочные явления. И так же. Все-таки Афрейд, он был надменен, несоциален. Он ненавидел женщин, он их презирал. Правда, часто используя этих женщин, а у них был перенос на него. А Фрейд занимался только с богатыми, с теми женщинами и мужчинами, которые были сильные мира сего. Ну, вот он как-то пренебрежительно относился к психотерапии. И он сделал из психотерапии, из психоанализа некий бизнес-проект. Так вот, этот Фрейд был одержан, одержим Эдиповым комплексом. И он, не стесняясь, говорил о том, что он хотел бы совершить инцест с матерью. И он создал вот целую теорию, теорию сексуального влечения, сексуального давления над личностью человека. И для многих это постулат. Ну, почему бы же постулат, такой же, как влияние пищи и нехватка воды, это тоже такой же сильный инстинкт. Я не разделяю вот этот взгляд, что все идет от секса. Это он был очень сильно озабоченным маленьким еврейским мальчиком, для которого секс был какой-то фетиш, за которым он наблюдал. И до 30 лет был девственником. Потом попытался покуражиться, но не царское это дело с женщинами заниматься. Так вот, он, вот здесь вот главное, ради чего я хочу с вами поговорить, он с увлечением обсуждал проблемы раннего детства и откуда возникают вот эти комплексы и зажимы. И вот вы, невротики, вы любите поговорить и прежде всего узнать, откуда это. Если я узнаю, откуда это, то все у меня пропадет. Черт бы вас попрал. Если вы знаете, что вы не умеете плавать, не умеете кататься на велосипеде, вы знаете это точно. Вы что, сядете, поедете на велосипеде или начнете плыть? Учиться надо плыть. Учиться надо кататься на велосипеде. Учиться надо жить. А Фрейд анализировал, рефлексировал, но не учился жить. Так жизнь его прибивала, и особенно вот эти власть имущие часто использовали его теорию. Фрейдизм – это религия конца 19-го, начала 20-го века, которая как бы раскрыла некоторые шлюзы для того, чтобы человека раскрепостить как бы. Но это другой разговор. Так вот, я сейчас завел разговор о том, что вам, невротикам, очень нравится обсуждать эти проблемы. Это как бальзам на душу. Ведь говорят о вашем сокровенном, о ваших страхах. И вы любите это смаковать. И чем больше вы это смакуете, тем больше это у вас закладывается во внутренний мир, в вашу внутреннюю реальность. А дело с годами не трогается, выходите к этим психоаналитикам. Вот от чего я Фрейда здесь приплел. И носите им гонорары. Опять же, тот же Фрейд, он говорил, берите дорого с пациента. Он будет уважать ваш труд и будет прислушиваться к вашим словам. Да. Он не занимался простыми людьми. Он занимался только с высокопоставленными, богатыми людьми. Я вот часто смотрю на наших психотерапевтов, которые далеки от народа, которые не несут свою помощь всем людям и берут большие гонорары. Пять, шесть, десять, одиннадцать, пятнадцать тысяч за сеанс. Жидноватые эти психотерапевты. Чем они образовывали меня? У меня университетское образование. Тогда, когда приходилось потом и кровью зарабатывать это университетское образование. Экзамены не купишь. У меня есть ученая степень, тоже еще в те годы заработанная. Я писатель, выпустил шесть книг, медийный человек, выступаю везде, имею практику более тридцати пяти лет. Я понимаю эту кухню. Она моя кухня академичная, не эзотерическая. Я понимаю, колдуны там берут бешеные деньги лишь бы один раз. А вот эти нормальные академичные психологи, почему они так завышают сеанс? У них сеанс стоит столько, сколько месячная пенсия нашего старого человека, измученного непосильным трудом. Одиннадцать тысяч, а некоторые пенсию получают по шесть тысяч. Ужас. И у них аргументы. Так они себя оценивают. А что ты собой представляешь, молодая девчонка, закончившая какие-то курсы? Ну, они так же говорят. Если он заплатил бабки, тогда он будет к этому относиться хорошо. Ну, поймите, невротик вам заплатил бешеные бабки. Теперь он... Делайте мне хорошо за такие бабки. Он и пальцем не пошевелит. Ведь эти невротики ждут заботы, чтобы с ними нянчились. И он готов, если у него есть, отстегнуть бабки. А тот, у кого нет, покупает паленую дешевую водку или какие-то таблетки. А я не знаю. Я несу в массы, в люди психологическую помощь. Да, я беру деньги. Бесплатный сыр в мышеловке. Это мой труд. Но мой труд оценен адекватно нашей платежной способности. Платежной способности человека. Даже мои небольшие гонорары для некоторых не посильны. И то мне приходится... Вот я выкладываю на канале те ролики, которые помогают с упражнениями. Некоторые смотрят мой канал и говорят, вот уже мне стало понятнее, легче. И я иду навстречу, чтобы помочь людям. Поэтому лучше, может быть, невротику не заламывать большие гонорары, а объяснить, что такое у него происходит. Вот что это не психическое заболевание, это не с ума он сходит. И вот для этого существует такая эффективная когнитивно-поведенческая терапия. Не рассматривать вот эти рассказы о прошлом, когда в детском саду вам нассали в горшок и наглого одели. Вот у Фрейда такая жизнь была. Поймите, когнитивно-поведенческая терапия – это когнитивные, то есть познавательные процессы в вашей психике. Мы разбираем эти познавательные процессы. И как результат будет изменение неких умственных образов, негативных нам, позитивных, конструктивных, других мыслей, мыслительных паттернов, положительных, мобилизующих. Вы научитесь в конце концов менять свое поведение, владеть своими эмоциями, как бы задвигать беспричинную тревогу, владеть собственным телом, снимать эмоциональные и физические зажимы. Причем тут ваше детство? Давайте сейчас меняться. Нет, мы давайте поговорим года два про ваше детство, кокаинчику вам, шинезепанчику или еще что-то. И будете ходить ко мне и платить бешеные бабки. Не нужен мне такой клиент. Идите к тем. Мне нужен тот клиент, который хочет измениться. Я ему протягиваю руку. Я ему даю удочку в руки. И он ловит свою рыбу счастья. И поэтому, друзья мои, мы научимся оценивать реальность и оценивать те будущие события, те цели, к которым мы стремимся. И у вас есть всего два варианта. Это работать со мной по скайпу. Это всего 1200 рублей в неделю. Где вы ежедневно выполняете домашние задания. Мало того, что общаетесь со мной буковками, задавая вопросы, за всю неделю 1200 рублей. Это не за час. Это за неделю ваших занятий. Разделите на семь. Но есть более бюджетный вариант. Вы покупаете фильм с этими же упражнениями. Восемь роликов за 2500. И там выходит в неделю всего 300 рублей. Если вам нужно будет, вы можете взять, ну там, 30 минут за 600 рублей консультацию по мере необходимости. Вы поймите, я стремлюсь экономить ваши деньги, но не экономить ваш труд. Вы будете у меня пахать. Если те люди, которые не пашут, я отказываюсь от них. Мне ваши копейки не нужны. Мне нужна ваша работа. Поэтому один у вас всего путь. Два варианта на этом пути по скайпу или фильм. Но путь-то один. Работать над собой. И я вам помогу работать над собой. Не будете работать над собой. Идите. Идите, кто вас пожалеет. Это ваша жизнь. Вообще, после наших занятий, я приглашаю вас ко мне на Черное море. Вот так вот посидим, поговорим за жизнь. Выпьем по бокалу красного вина. Посмотрим на море. Поставим какие-то цели в этой жизни. Продолжим путь к достижению этих целей. Получать радость от жизни. Друзья мои, вот заканчивается шестнадцатый год. Я не говорю о том, что следующий год будет легким. И в стране нелегко, и экономически трудно. Но самое главное, я вам желаю, чтобы вы научились преодолевать эти трудности. Не надо их искусственно создавать. Нам жизнь не так их подкинет. Но преодолевать их. Вот я через месяц уеду в Сочи. Я с сорок седьмого года. Мне достаточно лет. И я еду снимать квартиру, жить у моря, встречаться с вами, Помогать вам найти свой путь в жизни. Писать сценарий собственной судьбы. И перестать с надрывом требовать любви и забот. Любовь не требует. Любовь приходит. Я хочу вашей любви. Любви за то, что я вам помогаю. Ну, а тот, кто хочет за бабки получить эту любовь, у меня не получит. Он получит любовь только за свой труд. За свои преодоления. Как я радуюсь тем своим клиентам, которые говорят, Юрий Николаевич, вау, у меня получилось. Приезжайте. Посидим на берегу моря. И скажем себе, вау, мы можем. И будем. На связи.